Остановим все, чтобы показать. Нас не остановить. В Тихановской было полное прекращение проявления насилия к протестующим и свободы политзаключенных. Поэтому вот эта ситуация, она как-то на данном периоде, наверное, замерла. Президентом будет оставаться Лукашенко, в то же время будут проходить акции протестов в большем-меньшем масштабе. Но кардинально ситуация, я думаю, в ближайшее время не поменяется. Несмотря на положение Тихановской, у нее много последователей. Следующим шагом белорусов к свободе стала забастовка крупных предприятий 26 октября. К ней присоединились работники государственных заводов и предприятий, транспортники, шахтеры, преподаватели и студенты. Хотя в пресс-службе государство сообщает, что утром понедельника все предприятия работали штатно, без остановки. Если смотреть официальную статистику белорусскую, то речь идет буквально о нескольких, по паре тысяч человек, которые выходят на улицу. Если мы смотрим оппозиционные данные, то мы говорим о сотнях тысяч. Знаете, для того, чтобы понять ситуацию, нужно находиться в гуще событий. На данный этап, с моей точки зрения, мало чем отличается от того этапа, который, например, был в начале этой ситуации. Там прошли выборы, и оппозиция начала динамично раскрутить эту линию протеста. Тем не менее, в течение дня в социальных сетях публикуются сообщения и видеоролики о том, как люди покидают рабочие места и присоединяются к акциям. Однако, маловероятно, что это может остановить жизнь в стране. Если станут предприятия, то это повлечет за собой проблему того, что люди просто не будут получать ни заработную плату, экономика работать не будет. Мы эту ситуацию уже проходили в конце августа, начале сентября, когда мы знаем, что тоже были призывы со стороны оппозиции о том, чтобы прекратить работу предприятий, заводов, фабрик. И мы увидели, что через некоторое время многие заводы, которые приняли участие в забастовках, начали свою работу. Совершенно понятно, что ситуация, наблюдаемая в Беларуси, ненормальна. Поэтому необходимо искать компромисс между правительством и народом. О том, какие меры для этого будут предприняты, узнаем уже в скором будущем.